Приветствую, друзья! В Украине продолжаются боевые действия и сейчас самые ожесточенные из них идут, конечно же, на предприятии завода Азот под Северодонецком. На этих кадрах вы можете видеть промзону этого завода. Это, конечно же, большой завод, но, тем не менее, уже часть завода контролирует вооруженные силы Российской Федерации. Ну и, конечно же, с трех сторон вооруженные силы Украины окружены и, конечно же, с четвертой стороны там река. Но, тем не менее, группировка украинских войск, которые находятся в городе Северодонецк, уже по частям начинает сдаваться в плен, потому что до реки, конечно же, дойти им очень тяжело и проблематично, потому что там территория простреливается. Поэтому вооруженные силы Украины вынуждены поставлять все самое необходимое Северодонецкой своей группировке по воздуху на вертолетах. И это тоже очень опасная затея, потому что там, как известно, серьезно работают российские ПВО. Но, как говорится, я думаю, что если вертолеты летают, то, как минимум, руководство украинской группировки войск оттуда вывезут с конкретно котла в Северодонецке. Но, тем не менее, основная масса украинских обычных бойцов там, конечно же, останется, в том числе, конечно же, иностранцы. Потому что там их загнали очень много и, конечно же, все эти персонажи в вертолеты явно не поместятся. С учетом того, что, конечно же, с учетом таких вот фотографий, что, мол, уже вертолеты там доставляют различные припасы и вывозят каких-то либо персонажей. То, конечно же, Российская Федерация и армия Российской Федерации будут сейчас очень активно работать, чтобы эти вертолеты больше не летали. Также российская армия продолжает продвигаться в районе Лисичанска. И, конечно, это создает угрозу окружения и города Лисичанск в том числе. И, конечно же, российская армия будет делать все возможное для того, чтобы и Лисичанские окрестности были отрезаны полностью от снабжения и там сформировался полноценный котел. Также приходит информация о том, что контрбатарейная борьба со стороны Российской Федерации настолько жестко работает, что после первого боестолкновения из шести американских гаубиц две, как минимум, приходится ремонтировать. А с учетом того, что, как известно, никаких запчастей от этих гаубиц дополнительно не поставляли и, конечно же, заводы по их производству находятся за океаном, то ремонтировать американские разрекламированные гаубицы М-37 фактически в украинских реалиях невозможно. Но недооценивать ситуацию, конечно же, не надо, потому что и вот и красные лучи атаковали, это за Луганском, получается, ракетой. И вряд ли это точка УТО, скорее всего, какая-то вот отдельная ракета, которую поставляли западных стран. В том числе такие ракеты, скорее всего, применялись и по складам боеприпасов недавно в Херсонской области. И это тоже вызывает, конечно же, ряд вопросов, какие еще ракеты поставляют в Украину западные страны. Друзья, а также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что по ситуации на фронте и вообще в Украине в целом, я публикую массу материала на своем телеграм-канале. Ссылка на него в описании и первым комментарием под видео. Ну а вот Соединенные Штаты уже начинают ловить ответку от Российской Федерации не где-либо, а в Сирии. Потому что, как известно, часть Сирии находится под оккупацией Соединенных Штатов Америки. И никуда они не ушли после, знаете, 2015, 2018 или 2018 года. И получается сейчас часть территории Сирии под контролем Соединенных Штатов. И, конечно же, американских военных. И именно против этих военных и против американских баз на территории Сирии сейчас начинают проводить операции российские войска. Об этом уже американские журналисты пишут открыто. И, конечно же, ситуация в Украине и поставки американского оружия в Украину напрямую взаимосвязаны с атаками на американские войска в Сирии. Ну и, конечно, в других регионах. Ну а в это время в Украине уже создаются некие телеграм-боты, которые определяют, где все-таки места скопления военкомов, которые выдают повестки украинцам. И в Украине это действительно вручение повестки. Это стало неким наказанием. И причем достаточно суровым. Потому что именно с точки зрения наказания сейчас выдают повестки. Об этом свидетельствуют также новости из Ирпеня. Потому что там за нарушение комендантского часа жителям будут вручать повестки. И в Украине так развивается ситуация, что скоро не надо будет людей сажать в тюрьму за какие-либо правонарушения. Потому что если полиция ловит какого-то персонажа, то она будет ему просто выдавать повестку. Зачем работа прокуроров, судей и так далее, если можно просто выписать повестку. И человек, собственно, практически наверняка подвернется явно смертельному риску. Украинцы в своем большинстве уже начинают понимать, что вот такой массовый призыв в армию людей, он не нацелен на, знаете, там противодействие российской армии. А он нацелен реально на то, чтобы увеличить количество жертв. И чтобы, конечно же, условно в каждую украинскую семью постучалось горе. Это, конечно, необходимо с точки зрения максимально рассорить братские народы. Украинские и русские. Именно поэтому абсолютное большинство украинцев, которых мобилизируют, они не получают ни бронежилетов, ни касок, вообще ничего. И даже автоматов периодически не дают. И, конечно же, это все обусловлено логикой, что потери должны быть максимально большие. Но в это время целый секретарь национальной безопасности и обороны Украины Данилов все-таки начал анализировать и понимать, что украинский народ категорически не понимает, почему олигархи вообще не участвуют ни в каких боевых действиях. Почему лучшие друзья Зеленского вообще никак на фронте себя не проявляют. Не сидят в окопах, не теряют близких. И, конечно же, у украинского общества в этом плане много вопросов. Поэтому Данилов решил выдумать некий реестр олигархов. Ну, то есть, реестр друзей Зеленского, если просто перевести на человеческий язык. И, конечно, в этот реестр будут разные фамилии вписывать и так далее. Но, по факту, это вообще ни на что влиять не будет. Потому что, объективно, что есть этот реестр, что нету. Конечно же, Коломойского и Ахметова с Порошенком в окопах никто не увидит. Так же, как и не увидят прочих друзей Зеленского, типа Томаша Фиал, и тоже украинский олигарх с заграничными корнями, которые от имени Сороса скупают Украину. Так же и Кашевого будет, конечно же, не видно в окопах. Да и вообще, в принципе, ни родственников, ни дальних, ни близких в окопах украинских, конечно же, ни от Зеленского, ни от олигархата не будет никого. Но, тем не менее, лучше всего характеризовать отношения западных стран к Украине может визит Бориса Джонсона в Киев. Потому что он приехал, встретился с Зеленским. И Зеленский задал вопрос, а что надо Украине? В каких вот случаях Украина получит все-таки гарантии безопасности от Британии? И Борис Джонсон, конечно же, честно ответил. И ответ Бориса Джонсона был очень суровый, потому что он сказал, будут гарантии безопасности тогда, когда на территории Украины не будет российских войск. Конечно же, он имел в виду и ЛДНР, и, собственно, территорию Крыма, и прочие областя. Поэтому здесь прямым текстом просто Зеленскому говорят, что за Украину западные страны воевать не будут. Они будут воевать Украиной и украинским народом. И, конечно же, они будут воевать на территории Украины. Именно поэтому Борис Джонсон Зеленскому предложил срочно начать тренировки как минимум 10 тысяч украинских бойцов. И якобы эти тренировки должны вложиться в 4 месяца. И, конечно же, они понимают Британии, что если сейчас не провести тренировку украинских солдат, то по факту фронт очень быстро развалится и война очень быстро закончится. Такая, конечно, история развития событий явно Британию не устраивает. Поэтому мы сейчас видим, что сам, собственно, Джонсон приехал убеждать Зеленского, чтобы срочно обучили украинских бойцов. Потому что очень много сдается в плен и, конечно же, отступает. Но и для продолжения войны, конечно же, западные страны предоставляют Украине максимально все. Даже, например, вот артиллерийские пушки, которые 70-80-х годов британцы тоже поставляют в Украину. И те вертолеты, которые американцы у России закупили для Афганистана и, собственно, не успели их туда доставить, потому что, собственно, там проамериканский режим рассыпался и американцы оттуда сбежали. Даже эти вертолеты сейчас уже привезли в Украину. Ну вот премьер Нидерландов вообще в открытую заявил, что в Украине это, собственно, наша война. То есть война премьер-министра Нидерландов и народа вот этой вот Голландии. Что интересно, что, знаете, там той Голландии кот наплакал, там как одна украинская область. Но, тем не менее, мы видим такие заявления от официальных политиков европейских. И, конечно, это свидетельствует о том, что там и в Голландии и прочих европейских странах готовы нести экономические издержки по ходу участия вот этих западных стран в конфликте в Украине. Ну а тем временем Украину захлестнула волна преступлений различного характера. И, конечно, правоохранительные органы начали реагировать на всю эту историю. И, как оказалось, представители террабороны и различных добровольческих батальонов, это, оказывается, бандиты. И это говорит не кто-то, а службы безопасности Украины. Потому что вот эти тербаты и терраборона, они получили оружия максимально много. А теперь это оружие используют в своих, знаете, коммерческих противозаконных целях. Ну а на этом фоне интересные новости приходят в Саудовской Аравии и из-за океана. Потому что, как известно, Байден прям несколько раз анонсировал, что они будут встречаться с принцем Саудовской Аравии. И, собственно, предмет встречи это понижение цен на нефть, на топливо и так далее. Чтобы, собственно, Саудовская Аравия быстро нарастила темпы добычи нефти. И для того, чтобы и в Америке цены попадали, и во всем мире цены попадали. И, конечно, это удар по Российской Федерации. Но, тем не менее, как оказалось, Байден в Саудовскую Аравию приедет, но принц с ним встречаться отказался. И мне почему-то кажется, что Саудовский принц отказался общаться с Байденом и прочими представителями Америки. Именно потому, что там, в Саудовской Аравии, планировали переворот и отстранение этого самого принца от власти. История с Хашоги там и так далее. И сейчас мы видим, что Саудовская Аравия теперь демонстративно отказывается от работы с Соединенными Штатами, что, например, Турция и Эрдогана после неудачной попытки переворота 2016 года. Мы тоже видим, что Турция начала открыто выступать против политики Запада. Мы видим, что такие попытки неудачных переворотов, они очень больно сейчас, собственно, бьют по самим Соединенным Штатам Америки. И это, конечно же, очень серьезно мешает их интересам во всем мире. Ну а пока западные политики продолжают рассказывать за свободу слова, права человека и так далее, в самих западных странах продолжаются репрессии. Вот, например, журналистку из Германии. Теперь вот открыли на нее уголовное дело за то, что она освещала ситуацию на Донбассе. И, видимо, вот точка зрения журналистки и вот то, как она это освещала, оно просто, знаете, резонирует с основным вот мейнстримом немецкой прессы. И таким образом мы видим, что сейчас любая иная точка зрения в западных странах, она находится под тоталитарной цензурой. И, конечно же, тут и уголовные дела, и аресты, и так далее. Но, несмотря на то, что маховик цензуры в западных странах раскручивается, есть платформа Телеграм, которая дает максимальную свободу и, конечно же, возможность доносить до вас объективную информацию. Поэтому не забывайте подписываться на мой Телеграм-канал. Ссылка в описании и первым комментарием под видео. До скорого!